Всем привет, мои дорогие! Это все будни-будни-будни, а вот это вот красота! Батуми за нашу Батуми. И с Батуми за Шкемом. Просто повод погулять. А вот и мой святочек! Я счастлива. День такой непредвиденный, непредсказуемый. Мы собрались, смотрите, что я влезла в юбку мою, в этот костюм идем. Вот здесь рядом выборы будут. И для колоболых, чтобы было немножко побольше людей, нужно пойти и нам. У меня такие новости офигеть можно, я потом расскажу. Всем привет, дорогие мои! Мы с Шкемом идем к родителям. Идем к родителям. Проведать давно не было, и вам, если получится, и вам покажу, наших родителей. Едем мы с пересадками. Сегодня так все переполнено, такое движение. Мы так долго ехали от нашего дома до Марины. Прямо медленно-медленно. Смотрите, в каком парке мы остановились. Вот Лиман там, это порт. Я уже 150 раз вам показывала. Видите, как занимаются женщины. Какой у меня муж молодец, меня программу делает. Аж кем бене. Аж кема такие события, вы знаете. Я так рада. Он вчера случайно встретился с дочерью, и она с ней поговорила. Мы вроде бы помирились. Вот. Это хорошее событие. И сказала, что хочет с мужем познакомить своим. Вот такие новости у нас. Потому что, конечно, тяжело сердце отца. Так болело. Наконец. Осторожно, Аш кем я ваш. Посмотрите, как красиво здесь. Аш кем бене, да, в сорочек. Хочу показать вам район, где живут родители. Доросло, где район. Церковь. Сейчас с мужем разговаривали насчет видео. Он говорит, не надо, говорит, пожалуйста, потому что там сестра будет. Будет чувствовать себя неудобно. Мама тоже говорит, что после химии начали волосы падать, и она подстриглась на лысо. Не стоит это делать. Поэтому, мои дорогие, я решила вам показать район. Где живут наши родители. Вот такая церковь здесь. А, мы сейчас татлы купим. Купили мы баклаву. Там еще и дают попробовать, но я отказалась. Я же не кушаю. Хотя сейчас 3 часа. Время моей еды. Приема пищи. Но я решила... Я взяла с собой необходимое, что главное. Курицу взяла. Овощами. Мы уже у родителей. Сестра тут готовит хашори. Хашори, кажется, с фруктами, что-то такое, с орехами. А с этими я вам потом покажу. Посмотрите, какие красивые цветы. Эти беленькие. Эти розовенькие. А эти красные. Посмотрите. А это, посмотрите, какой красивый. Все расцвело. Все расцвело. Вот готовится там. Какой красивый. У меня сегодня обед, ужин, завтрак. Это домашнее яйцо пожарила. Салатик сделала. Вот. Овощи привезла с собой и курицу. Ой, какой у меня обед. Приятного мне аппетита. Овощи. До ряда. Это... Что, уца дианис formalяй? А затем, остался boom. но я не кушаю вкусно все и вот мы друзья мои вышли из дома и забыли мясо пришлось аж кому вернуться а у меня есть пару минут чтобы с вами поболтать вот такой район то росла вот вечернее время так мои дорогие что могу сказать мама себя чувствует замечательное волосики у нее начинает расти и и мотивировала что тут ничего не такого замечательно я тоже говорю с удовольствием и постриглась не бойся говорю если ты хочешь это с поддержку теперь она начала очень очень обрадовалась ко мне сегодня очень тепло сестра старшая отнеслась испекла бюреки вы видели все что могу вам сказать хорошо посидели провели время и монашка мой идет эти подростки увидели что я одна прямо остановились возле меня начали что-то там выпендриваться нехорошо если смотрите как и здесь магазин открыли раньше здесь нет так вот мы так хорошо провели время поговорили и знаете и родители на меня такие надежды возлагают когда как вы машину купите меня нас отвезете в деревню мама говорит а папа попросил меня там растем ему купить пиджак с этим я говорю чуть-чуть осталось мои дорогие все куплю вам что моих силах вот в этой жизни все от меня что-то ждут а мне никто не что они дают замен не надо брать принципе ничего не от кого ждать мне самое главное хорошее отношение да ко мне честное хорошее отношение вот сейчас ждем автобус поедем а вы ставьте лайки пишите комментарии приехали мы домой мы же еще и мясо взяли смотрите что заловка мне передала вкусные огурцы у нее такие вкусные это хашури да дала и булочки спеклана и кексика кто это будет есть а мы помяли мы положили аж кем положили эти какие булочки пышные и вот бюрек дали ему на завтра покушает и также мы я вам рассказывала что мы купили мясо сейчас расскажу цены и посмотрите как я их всех расфасовала красиво чтобы мало места занимала ну и очень легко в употреблении вот так взяла чуть-чуть вот такое фаршик добавила куда-то если хочешь там котлетки ну кто есть котлетки мне не кушать котлетки это куда-то добавлять так захочу две штуки возьму и вот так вот я распределила килограмм фарша килограмм фарша стоит 450 лир 450 лир килограмм фарша вот смотрите какое мясо хорошее это стоит тоже 450 лир вот такими большими кусками а это специально я мелко порезала для пантуни ну и вот с косточка косточка для хашламы бульона на три части разделила это стоит 380 лир вот такие цены мои дорогие сейчас достала аж к ему фрукты потому что я не кушаю их они в холодильнике он думает что их нету вот знаете сейчас он сидит такой весь разобранный а а почему потому что он ест вредную пищу он поел этот бюрек он поел сейчас я переверну камеру поговорю он поел бюрек он поел выпил сладкий чай он поел хашури она все такое сладкое это все вредное я тоже так я тоже раньше такая же приезжала домой а я сейчас чувствую такую энергию потому что я ем правильную пищу я ем жиры у меня сегодня был очень хороший обед я не я думаю чтобы мне завтра покушать у меня еще есть суп с брокколи надо его завтра точно да есть праса есть о я обожаю и курица у меня сегодня была знаете даже не знаю что себе придумать может суте сделать а суте у нас грибов нету можно завтра купить завтра базарный день купить грибы и сделать суте вот такие дела а может быть что-то из фарша придумать но я что-нибудь придумаю обязательно может рыбку пойти купить ой не знаю что-то в голове сейчас сегодня накрасила ты так такого цвета карандаш подвела захотелось выглядеть поярче очень у нас сегодня замечательный день такой прошел с родителями мама так уже и в кило набирает вес кушает меня это радует и осталось три капельницы и трихимии в общем у нас все нормально наши птички нас ждут мы их выпустили воскресенье прошел сегодня очень хорошо но это буду заканчивать видео а вы ставьте лайки пишите комментарии кстати друзья мои когда я снимала видео и там подростки узнаете они так странно себя вели увидели меня с телефоном мой муж сказал что если бы ты там осталось стоять какое-то время они бы и сумку и телефон бы все отняли потому что это очень опасный район вечерами лучших там все может произойти вот такой опасный район